Жив Господь, и мы будем жить. Аминь. Будем жить, потому что Господь наш жив, подкрепляет нас, обновляет в силе. Я давно не был у вас на молодежном, чуть больше пять месяцев. Кто-то знает, был в Украине. Кто-то был в Украине. Кто-то был, кто-то не был. Ну, слава Богу, я там побыл, вернулся. И что я там делал, там у меня родители живут, родственников много. И также участвовал в служении. Марка написаны такие слова, последние стихи, 16 глава, с 15 стиха. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие, всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Это было повеление для учеников, прежде всего, Иисуса Христа. Сказал, идите, Иисус Христос, и проповедуйте всем людям. Всей твари здесь написано. Кто будет веровать и креститься, тот будет спасен. А кто не будет веровать, будет осужден. Я не думаю, что есть такие люди, которые на этом месте, которые могут сказать, что я не веру. Но если есть такие где-то люди, то написано, кто не будет веровать, тот будет осужден. Потому что иногда люди так дерзают и говорят, а я не веру. То Слово Божие, оно предупреждает, говорит, что такие люди будут осуждены. Да не допустит Господь. Пускай нам Бог поможет, чтобы мы сохранили нашу веру, нашего Господа Иисуса Христа до конца. Знаете, когда я приехал в Украину, я прежде всего взял себе там машину такую небольшую, чтобы можно было ездить. Потому что там не во всех есть свой транспорт, не во всех есть машины. И люди, много людей, они ездят общественным транспортом. Это маршрутки, автобусы, в городе троллейбусы. Там поезда и так дальше. И иногда, когда я бывало, ехал по дороге, то люди так махали, останавливали для того, чтобы куда-то подвезти по дороге их, если я еду в том направлении, куда им нужно. И помню один такой случай. Я ехал в областной центр. Это самый главный город, как у нас Бойзи в штате. А я в селе жил у своих родителей. Тогда как раз был. Зима, холодно, я на машине, минус 25, я не знаю, сколько это будет по Фаренгейту, по Цельсию, минус 25. Ну, это холодно, это мороз. Ну, где-то примерно так само. И вижу, один человек стоит и останавливает. Я остановился, взял его, он ехал в район, в районы центра, мне надо было в область. И когда я брал попутчиков, я старался как-то им рассказать о Господе, потому что я там знаю язык. Здесь, к сожалению, в Америке еще не знают. Даже меня, когда на границе спрашивал таможенник, говорит, почему ты, говорит, до сих пор не выучил. Знаете, я даже не мог объяснить, почему. Но там знаю язык, и я старался как-то свидетельствовать. И этот человек, он начал такой разговорчивый попался рассказывать о своей жизни, потом рассказывать, где он служил, где он воевал. И, знаете, я пытался как-то вставить несколько слов, и уже потом перешел на политику, и потом на людей, что все люди такие плохие, все плохо. И, знаете, я вцепился за эти слова и говорю, да, люди, они не идеальны, но есть Бог. Он говорит, ты знаешь, я веру в Бога. Я веру в Бога, говорит, но я тот, который верит, но не исполняет. Я думаю, интересно. И как раз мы подъехали, ему нужно было выходить. И на таком самом интересном, я думаю, ну, что-то я не успел досказать, что так ему нужно было там выходить как раз. Но он вышел. Я ему говорю, что нужно исполнять так. Догонку ему сказал еще пару слов. И когда я поехал в область, возвращался обратно, тоже там люди стояли, останавливали. Я тоже взял, один человек останавливал. Я остановился, село три человека. Я везу их, думаю, ну, надо как-то этим свидетельствовать. У меня христианская музыка играла. Я думаю, что, может, меня не получится им сказать, то хотя бы они услышать христианские песни. Это тоже своего рода проповедь. И когда я еду, этот, что спереди со мной сидел, я начал расспрашивать, откуда он, откуда я рассказал. И он говорит, а я был там у вас в селе. Я говорю, а почему? И когда вы были, он говорит, однажды был на служении. Знаете, я так обрадовался. Я говорю, вы, значит, наш человек, вы верующий. И уже доехали, я его высадил, где надо. Думаю, ну, этим двоим тоже надо как-то. Они меня спрашивают, вы верующие ко мне? Вы христианин, верующий? Я говорю, да. Говорит, потому что мы, говорит, слушаем вашу музыку. Мы, говорит, тоже верующие. Я думаю, ну, слава Богу, уже столько верующих, некому проповедовать бывает. Но, что интересно, я еду обратно в районе этом. Прошло, может, 4 или 5 часов. Вижу, какой-то человек опять останавливает. Я присмотрелся, остановился возле него. Вижу тот же самый, которому я недопроповедовал. И он такой садится. Я такой обрадовался. Я думаю, ну, сейчас, значит, это не просто так. Так было. Потому что, ну, много там машин ездить, много маршруток ходит. Он мог бы уехать. Но я так понял, что это не просто было так. И когда он сел в машину, я говорю, ну, рассказывайте, почему вы не исполняете. И он начал рассказывать. У меня родственники верующие. Я бываю в церкви, но я не могу никак решиться. И я говорю, ну, начал ему говорить, проповедовать о том, что нужно поспешить идти к Богу. Потому что, ну, во-первых, мы не знаем, когда наша жизнь закончится. Во-вторых, говорю, вы сами по себе не сможете исполнить то, что вы знаете. Потому что он много знает, много слышал, читал. Говорю, вам нужен Христос. Вы должны принять Его. Вы должны познавать Его. И таким образом у вас будет получаться. Вы сможете идти этим узким путем, которым проложил Иисус Христос. Слава нашему Господу. И также бывали такие моменты, когда я свидетельствовал с молодыми людьми. Это было в Киеве, в той церкви, где я принимал крещение, где Бог меня хрестил там Духом Святым. Там был такой молодой человек, его звали Ростик, 22 года. Он такой активный был всегда. Мы ходили в центр города и там проповедовали. И он постоянно был ответственный за это служение в этой церкви. Постоянно мне звонил, или ты пойдешь. И когда была возможность, я старался пойти с ними. И там, интересно, стояли мы с такими плакатами, где говорилось о Боге. Такие интересные вопросы задавались. И люди сами подходили и расспрашивали, почему вы стоите, что это значит. И мы старались им рассказать Евангелие, проповедовали Иисуса Христа. И некоторые, они принимали Иисуса Христа, каялись. И там, прямо на улице, мы молились за них. И помню, однажды я уехал тоже, уехал в село. И мне звонят друзья с Киева, говорят, Ростик умер. Этот, что, 22 года, который, я говорю, был активен, Ростик умер. Я просто, ну я не мог поверить. Мы недавно с ним сидели, он не болел, как бы, ничем. Он постоянно был активный, постоянно готовился для того, чтобы быть в служении. Знаете так, духом пламенел. Он реально служил для Господа. И я просто тоже, это нас всех ошарашило. Мы не ожидали такого. И даже врачи, они не могли найти диагноз, почему этот человек, он так внезапно заснул и просто не проснулся. К чему я веду? Я просто хочу поощрить каждого из нас. Пока у нас есть время, пока у нас есть силы, пока мы молодые. И давайте, как уже сегодня проповедовал Даник, давайте будем стараться для того, чтобы послужить для нашего Господа. Для того, чтобы сделать что-то для Него. Люди, которые, они подходят к такому моменту, когда они понимают, что жизнь уже их заканчивается, болезнь или еще что-то. Я слышал такие свидетельства. Они много о чем жалеют, но они никогда не жалели, что они служили Господу. Слава нашему Господу! Пусть Бог благословит каждого из нас. И я хотел бы поделиться Словом Божьим. И первое место, которое я прочитаю, это записано в книге чисел 19 глава. «Бог не человек, чтобы Ему лгать, и не Сын человеческий, чтобы Ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит?» Еще одно место. Такие слова здесь записаны уже Галатом. Шестая глава седьмого стиха. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». Первое место я прочитал о том, что здесь говорится «Бог не человек, чтобы Ему лгать, и не Сын человеческий, чтобы Ему изменяться». Я не знаю, я думаю, что каждый из нас, мы встречались в жизни с таким моментом, когда кто-то нас обманывал. Или, может, мы даже кого-то обманывали хотя бы один раз в жизни. Но написано о Боге, что Бог не человек, чтобы Ему лгать, чтобы Ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит? Бог не человек. Иногда люди, они могут обманывать, они могут что-то говорить, наговаривать, возможно, какие-то сплетни пускать, но Бог не человек. Бог никогда не предает, Он никогда не изменяется. И если Он говорит какое-то слово, Он бодрствует над этим словом, чтобы оно исполнилось в точности. Бог никогда не обманывает. Но второе место, которое я прочитал, здесь говорится о том, что «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек то и пожнет. Сеющий плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». Бог не обманывает, но написано, чтобы и мы не обманывались, потому что Бог поругаем не бывает. «Бог поругаем не бывает» в украинском переводе там написано «Бог осмеянным будто не может». Не может быть такого, чтобы Бог был по смеянию. Это невозможно, чтобы такое произошло. Поэтому слово Божие, оно говорит, чтобы человек, он не обманывался. И один человек сказал, проповедник говорит, самый большой обман – это самообман. Это когда человек сам себя обманывает. Сам себя обманывает. Он, возможно, говорит такие слова, а что происходит, если я грешу, ничего не меняется, ничего не происходит. И то, что в Библии написано за какие-то наказания или еще за что-то, я ничего не вижу в своей жизни. Я говорю как пример. Но если мы читаем слово Божие, что Бог всегда дает человеку время для того, чтобы человек, он покаялся, всегда выделяет Бог время для покаяния человека. И если не будет покаяния, будет наказание или какое-то взыскание от Господа. А если не будет, и даже этого, в конце концов, будет суд. Поэтому Слово Божие, оно говорит, что не обманывайтесь, Бог не бывает осмеянным, Он не бывает поругаемым. И кто сеет плоть, он от плоти пожнет тление. И 5 глава, 19 стих здесь говорится. «Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блудни, чистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, невраспы, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное». И дальше апостол Павел, он говорит, предвараю, то есть предупреждаю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Поступающие так Царствие Божие не наследуют. Пускай нам Бог поможет, чтобы мы никогда не обманывали себя, чтобы мы не успокаивали свою совесть. Бог, Он верный Своим словам, Он как верный, что Он благословит человека, который идет за Ним, который любит Его, который будет служить Его. Также Он верный в тех обетованиях, что если человек, он неправильно ходит, будет взыскание, будет наказание, но лучше быть или понести наказание в этой жизни, написано, кого я люблю, того наказываю, чем в вечности, знаете, вечно мучаться. Исайя 55 глава, давайте откроем, кого есть в Библии. Исайя 55 глава, 6 стиха. Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. Да оставить нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратиться к Господу, и Он помилует Его, и к Богу нашему, ибо Он много милостив. Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произвращать, чтобы она давала семья тому, кто сеет, и хлеб тому, кто есть. Так и Слово Мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал Его. Так и Слово Мое, говорит Господь, когда исходит из уст моих, оно не возвращается тщетным, но делает то, для чего я послал Его. Какое сегодня мое отношение к Слову Божьему? Написано, апостол Петр, он пишет, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него вам вырасти во спасении. Возлюбите, нам нужно полюбить чистое словесное молоко, и Библия, она является чистым словесным молоком. Слово Божие, оно является чистым, потому что мы иногда любим слушать проповеди, я слушаю проповеди, но, знаете, проповеди не всегда бывают чисто. Иногда есть разные проповеди, которые, возможно, мы слушаем на Ютубе, но бывают там даже и заблуждения, и неправильные оттолкования. Я был в Украине, встретился с одним человеком, он просто читал комментарии для Библии, и он принял эти комментарии как за истину, и попал в серьезное такое заблуждение, с которым его просто я с ним долго говорил, мне казалось невозможно его вытащить отсюда. Поэтому я хочу призвать каждого из нас, чтобы мы читали Слово Божие, чтобы мы вникали в Его. А для этого нужно полюбить это чистое словесное молоко, от которого мы возрастем во спасение. Так говорит Слово Божие, нужно полюбить это Слово, нужно любить, пребывать в этом Слове, изучать, исследовать его. Я лично в своей жизни стараюсь ничего не слушать, ничего не читать, даже христианского, если я сначала не почитаю Библию. Если я не почитаю Библию, я не начинаю что-то другое читать, потому что это есть истина, это есть оригинал, есть много разных подделок, знаете, разных учений, но есть оригинал, есть чистое словесное молоко. Пускай Бог поможет нам, чтобы мы возлюбили это молоко, как Исаии написано, 66 глава, здесь такие слова. Так говорит Господь, небо, престол мой и земля, подножие ног моих, где же построите вы дом для меня? И где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя. И все это было, говорит Господь. «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и трепещущего предсловом моим». Трепещущего предсловом моим. Человека, который относится к Слову Божьим с уважением, с трепетом, говорит Господь, «Я на такого человека, я буду смотреть, я такому человеку буду благоволить и отвечать на его молитве». И это место, которое я прочитал, здесь говорится, ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. Возможно, будет такое время, о котором пророчествовали пророки, что будут ходить от моря до моря для того, чтобы услышать Слово Божие, чтобы найти это Слово, но не найдут. Там, говорится, молодые люди будут ходить, и они не смогут найти живое Слово. Но сегодня, сегодня написано, призывайте Его, когда Он близко. Сегодня время благоприятное. Сегодня Господь, Он говорит нам. Поэтому давайте используем это время для того, чтобы нам укрепиться в Господе, чтобы нам напитаться в Нем, чтобы нам стоять твердо, чтобы стоять непоколебимо. А для этого необходимо возлюбить чистое словесное молоко. Так написано, Псалом 104, 4 стих. «Ищите Господа, и силы Его, ищите лица Его всегда». «Ищите Господа, и силы Его, ищите лица Его всегда». Так написано в Слове Божьем, чтобы мы всегда искали Господа. И написано, чтобы мы лица Его всегда искали. И иногда человек спрашивает, для чего искать Господа? Один однажды меня спросил, для чего, говорит, Бога искать? Он что, где-то потерялся? Он так выразился. Я говорю, нет, Бог не потерялся. Просто мы иногда теряем с Ним отношения. Мы иногда теряем Его. И мы, как Давид, он говорит, что «я всегда видел Господа». Но бывают такие моменты, когда человек, он перестает видеть Господа, и он начинает колебаться, он начинает сомневаться, у него теряется вера. То для этого написано, чтобы мы всегда искали Господа, чтобы мы занимались этим постоянно. Когда Иисус Христос ходил по земле, многие люди искали Его по разным причинам. Даже были такие, которые искали, чтобы убить Его, когда Он был младенцем. Помните, Ирод Он искал убить. Но мудрецы, они приходили для того, чтобы поклониться Иисусу Христу. Другие приходили для того, чтобы получить исцеление или освобождение, или какую-то помощь. Но если вы помните, 19 глава Луки, там написано об одном человеке, который жил в Ерихоне, и он был невысокого роста, и у него было одно желание, чтобы видеть Иисуса. У него как бы такой сильной нужды не было, но у него было желание, чтобы видеть Иисуса, кто Он такой есть. И он даже приложил усилия, он вылез на дерево. И когда Иисус проходил, Он называет Его по имени и говорит, Закхей, сойди скорей, ибо сегодня мне надо быть в тебе в доме. Бог знает и видит человека, который ищет Его от всего сердца. И если ты сегодня ищешь Господа, если ты стремишься, как Давид, он говорит, что душа моя жаждет Его. И если ты сегодня жаждешь, ты обязательно найдешь Его. Потому что Слово Божье так говорит, что если человек, он ищет Его, то он дает найти себя. Слава нашему Господу. И написано, что ищите Господа, ищите лица Его, всегда ищите. Я был в Украине и слышал такую проповедь. Ищи Господа, как потерянный телефон. Такую однажды человек, он сказал проповедь, он сравнил как бы поиск Бога. Ну, говорит, потому что когда мы теряем телефон, мы готовы даже на собрание опоздать, но нам нужно его найти. Потому что, может, кто-то позвонит, может, еще что-то. Если он еще дорогой, последняя модель там какая-то, то еще мы больше его ищем. Если для нас дорог Господь, мы будем искать Его. Я помню, однажды я потерял кошелек. Я потерял кошелек, и там были карточки у меня, драйвер-лайсенс. И я сильно не люблю вот эти документации, вот эту всю решать, ходить там. Тем более в Америке здесь не знаешь языка. Я начал искать этот кошелек. Это было уже вечером, я его где-то днем потерял. И я лежал и думал, где я потерялся. Я возвращался мышлям, и я вспомнил, что я где-то там на дереве был. Я взял фонарик и полез на дерево. Искал там, думаю, может, где-то я его там положил как-то. И начал вспоминать, нету. Я вспомнил, что я на крышу лазил. Я за фонарика полез на крышу. И тоже там не нашел. Оказалось, что он был у друга моего. И знаете, я просто хочу сказать о том, что если для нас есть что-то ценное, мы будем прилагать усилия для того, чтобы найти. Если Господь, Он для нас является ценностью, я желаю для каждого из нас, чтобы Он был у нас на первом месте. Мы будем прилагать тогда все усилия для того, чтобы искать Господа. Для того, чтобы искать лица Его. Для того, чтобы, как написано, ищите Господа и силы Его. Ищите лица Его всегда. Давид говорит, и я буду искать лица Твоего. Я буду этим заниматься, потому что мы зависимы от Господа. Бог от нас не зависит. Он не зависит от нас, но мы от Него зависим. Наше христианство зависит от Него. Как я вначале напомнил, не можем мы жить христианской жизнью без Бога. Не можем мы приносить плоды. Как в 15 главе написано, что говорит Иисус, «Я есть лоза, а вы ветви. И если вы пребудете во Мне, а слова Мои у вас пребудут, тогда вы принесете плод. Тогда будет результат. Тогда наша христианская жизнь, она будет светом для других. Нам необходимо каждый день, когда мы просыпаемся, искать Господа. Есть ли Господь со мною сегодня? Где Он есть? И я помню один человек, он говорит, «Я когда начинаю свой день, я стараюсь исполниться Духом Святым. И если я не исполнюсь, я не иду на работу». Знаете, мне очень понравилась эта мысль, и я стараюсь тоже это практиковать. Когда начинается день, ты ищешь Господа, ищешь Его присутствие. И я вам даю, ну, я даю просто из своего опыта, я даю вам гарантию, что если мы ищем от всего сердца, пребываем в Слово, в молитве, рано или поздно ты ощутишь, что Он пришел в твою жизнь. Ты увидишь Его действия в своей жизни, и ты начнешь славить Его, если ты будешь это делать от всего сердца. Бог верный, слава нашему Господу. Бог верный, поэтому Слово Божие говорит, чтобы мы не переставали искать Господа, чтобы мы занимались этим постоянно. Написано, ищите Господа и силы Его. Ищите Господа и силы Его. Однажды Иисус сказал ученикам, не отлучайтесь от Иерусалима, ибо вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Не отлучайтесь, ожидайте. И ученики, они ожидали, они были в таком ожидании, они ожидали, когда же это случится, что это должно происходить такое, когда эта сила, она придет в нашу жизнь. И однажды, когда они собрались, написано, единодушно они были вместе, и в один момент Господь пришел. Он наполняет их Духом Святым. И до этого времени они прятались, боялись, а тогда вышли на служение, потому что пришла сила от Господа. Слава Господу! Возможно, ты сидишь на этом месте и думаешь, у меня нет силы, нет способностей, я сам еле стою, как я могу служить. Но я тебе гарантирую, Словом Божьим, что если ты будешь искать Господа, от всего сердца придет благодать, придет сила от Бога, и ты сможешь пойти для того, чтобы служить для других людей. Слава нашему Господу! Бога есть сила! Написано, Давид говорит, однажды мне сказал Бог, и дважды я слышал, что сила у Бога. Слава нашему Господу! У Бога есть сила для твоей, для моей христианской жизни, но вопрос, сколько я времени провожу для того, чтобы искать Его? Сколько я стараний прилагаю? Или я вообще пощуся для того, чтобы взыскать Господа, чтобы Он пришел и в мою жизнь? О том, что говорят братья, возможно, мы слышим много, а сегодня как в моей жизни? И знаете, когда Бог приходит, Он приходит своими благословениями, Он приходит Своей силою. Иисус Христос однажды обратился к ученикам и говорит, что молитесь, чтобы не упасть в искушение. И сам отошел на вержение камня, это недалеко, как камнем докинуть, и Он начинает молиться. Господь, Он не только говорил, но Он так делал, Он молился. И когда Он молился, написано, что ангел явился и додавал Ему силы. Там написано в украинском переводе, и додавав Ему силы. Ангел Божий явился и дал Ему силы, и чтобы Он мог пройти Свою дорогу. У Господа есть сила для нас. И если мы будем искать Его, мы обязательно Его найдем. Мы обязательно Его найдем, если мы будем делать это от всего сердца. Если мы будем стараться делать это от всего сердца. Пускай Бог благословит каждого из нас, чтобы мы искали Господа, искали силы Его, искали исполнение Духом Святым. И я знаю, что здесь много людей, они крещены Духом Святым. Но, возможно, вы сейчас не видите большой разницы. Иногда мне люди, они подходили и говорили, посмотри на того или на того. Да, Он крещен Духом Святым, но скажи, покажи, какая разница. Дорогие братья и сестры, если мы имеем этот дар от Бога, этот подарок иных языков, но если мы не практикуем, большой разницы не увидят другие люди. Только когда мы практикуем, когда мы молимся, когда мы исполняемся Духом Святым, тогда другие люди, они увидят разницу. Они увидят, что ты другой человек стал. Они увидят твою жизнь. Они увидят в твоем поведении, в твоих словах, что это не просто человек, который говорит, но действительно с ним Бог. С ним Бог, потому что такой человек, он старается всегда искать Бога. У него появляется взаимоотношение с Богом. Он молится, и он получает ответ на молитву. Дорогие братья и сестры, молодежь, я верю, и я уверен, что Бог, Он любит каждого из нас. Он любит каждого из нас. И я верю, что Он посылает Своё Слово и сегодня в какое-то сердце. И вы слышите это Слово, и я слышу это Слово. Поэтому давайте обратим своё внимание на Слово Божие. Бог, Он не человек, Он не обманывает. Если Он говорит, что если ты будешь искать Меня, ты найдёшь Меня. Если Он говорит, что если будешь искать силу Мою, ты найдёшь. Если будешь искать крещение Духом Святым, ты найдёшь. Если ты будешь искать исполнение, оно придёт в твою жизнь. Если ты будешь искать Его, Мы зависимы от нашего Господа, поэтому я желаю каждому из нас, чтобы мы не переставали искать Господа в нашей жизни. Я не знаю ваше состояние, какое сейчас, в каком состоянии вы находитесь, но знаете, когда мы ищем Бога, когда Господь приходит, Он всегда поднимает нас, потому что написано, Он трости надломленной не преломит, или накуращивание угасит, Он поднимает человека, и Он показывает ему, куда идти, куда направляться. Если мы приближаемся к Богу, мы слышим, что Бог, Он говорит в наше сердце, что нужно делать в этот момент, как нужно поступить. Я желаю каждому из нас, чтобы мы были близко с Богом, чтобы у нас были крепкие отношения с Ним. И как псалмопевец, он говорит, и когда я пойду долиной смертной тени, я не боюсь зла. Это очень хорошо, это очень большое благословение, когда человек, он идет тяжелым путем, иногда долиной, и с Ним Господь. Он не боится тогда зла, он чувствует его присутствие, как я уже напоминал, Давид говорит, что я всегда видел Господа. Посмотрите на его поступки. Да, у него было одно записано падение такое серьезное, не пободствовал. Но если мы посмотрим на его жизнь, он просто интересные поступки делал в своей жизни. Интересно он поступал, когда никто, все боялись, все разбегались, но на нем был Дух Божий. Он был исполненным Духом Божиим. И мы без Бога ничего не можем делать. Поэтому я хочу призвать каждого из нас, чтобы мы искали нашего Господа каждый день, когда мы просыпаемся, чтобы мы старались найти Его, найти Его присутствие. А Он недалеко, как написано, от каждого из нас. Пусть Бог благословит и поможет нам в этом. Ему пускай будет слава. Аминь. Помолимся.